Хэппи бёздэй тую, 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 хэ Центр тибетской культуры и информации и фонд «Сохраним Тибет» 6 июля 2018 года организовал и провел праздничный вечер по случаю дня рождения духовного лидера буддистов, его святейшества Далай-ламы XIV. В Московском Доме кино собрались старые друзья – тибетская диаспора, московские буддисты, представители различных общин, а также люди, кому интересна личность Далай-ламы, его идеи и активность в мире. Это наш драгоценный учитель, поэтому каждое мгновение, которое дает возможность прикоснуться к нему, к празднику, связанному с его святейшеством Далай-ламы, это всегда праздник для нас. Это новый источник вдохновения, новый источник радости. И его жизнь, и драгоценное здоровье – это то, что мы возносим в молитвах и желаем ему здоровья, в первую очередь, и долгих лет жизни. Я благодарна судьбе за то, что его святейшество, за то, что мне довелось три раза соприкоснуться с его святейшеством, и здесь видеть людей, которые были на его учении, и видеть счастливые лица, радостные лица, и осознавать то, что в нашем сложном мире есть вот этот вот островок доброты, счастья и радости. По случаю 83-й годовщины его святейшества Далай-ламы угощали сладостями. В холле также можно было приобрести книги его святейшества, переведенные на русский язык, и много сувенирной продукции. Специальными гостями вечера стали монахи из легендарного монастыря Таши-Лун-По, которые исполнили фрагменты древних ритуальных танцев чам, продемонстрировали игру на ритуальных инструментах и горловое пение. Субтитры создавал DimaTorzok В торжественной части мероприятия. Почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и СНГ, глава буддистов Калмыкии Тела Тулку Ринпоче, поздравил всех российских буддистов с днем рождения Далай-ламы. Наилучший подарок его святейше на день рождения будет то, если мы сегодня возьмем на себя обязательство, пообещаем, что мы будем стараться быть добрее, сострадательнее, становиться лучше. Я не придумал этот подарок его святейшеству. В 2013 году, кто-то спросил его святейшеству Далай-ламу, какой подарок вы бы хотели получить на свой день рождения? Лучший подарок. И именно так его святейшество тогда описал лучший подарок на день рождения. Также Тела Тулку Ринпоче вручил памятные грамоты людям, кто за последние годы внес большой вклад в сохранение культурного наследия Тибета в России. Это были общественные деятели, представители науки и меценаты. Большую благодарность Ринпоче выразил за работу фонду «Сохраним Тибет». Особым гостем вечера стал экс-глава Республики Калмыкия Кирсан Николаевич Лемжинов, который внес неоценимо большой вклад в возрождение буддизма в Калмыкии и организацию визита Далай-ламы в Россию в 2004 году. Мы гордимся тем, и мы счастливы тем, что мы живем в одно время, в одну эпоху с его святейшеством Далай-ламой XIV. Далай-лама, он не просто духовное и настоящее перерождение Будды Лакатышвары, он не просто является лидером всего буддийского мира, но его святейшество Далай-ламы является лидером человечества. Сейчас, наверное, нет ни одного человека, который смог бы сравниться с той деятельностью, той жизнью, которой проживает его святейшество Далай-ламы. В завершении вечера прошел показ художественного фильма про жизнь буддийских монахов в монастыре Дрипунгаманг на юге Индии «Шафрановое сердце». Все собравшиеся в праздничном настроении были переполнены чувством благодарности Далай-ламе. Среди всех людей ощущалось единство с духовным лидером со всей России, со всей планетой, где также, как и в Москве, отмечали день рождения Далай-ламы, желали ему здоровья и долгой жизни. Мы каждый год отмечаем, для нас это великий праздник, день рождения нашего любимого Далай-ламы, и мы желаем ему здоровья, долгих лет жизни. Мы знаем, что он молится за весь мир, за всех людей, за людей всех национальностей. Здорово, прекрасно, что он с нами. Я очень счастлива, я благодарна его святейшесть Далай-ламу за все, что он дает учения для всего мира. Люди познают буддийскую философию и то, что Будда с нами. Я сегодня ощущаю будущее иммунию с нами, и Далай-ламу с нами, и всех учителей, несущих учения дхармы ради блага всех живых существ. Его сострадание, оно просто видно при каждой встрече, о том, как он говорит о других людях, о ситуации в мире. И его глаза всегда важны от его бодхичиты, от переполненности чувств. Это, наверное, тот человек, за которым хочется идти и жить на таком же уровне. Только здесь можно встретить такое количество людей, открытых, добрых, которые готовят тебе помогать не за деньги, не за славу, не за статус, а просто потому, что они действительно сострадательны. Они благодаря медитациям, благодаря исследованию стратегии, которую проповедует Далай-ламу, даже не проповедует, а то, что он дает в своих лекциях. Благодаря этому они действительно становятся другими, более добрыми, открытыми и помогают людям. Я считаю, что за теми чертами, которые развивает Далай-ламу благодаря своему учению, за этим будущее. Он все-таки действительно больше ученый и простой монах, как он сам говорит. Фонд «Сохраним Тибет» присоединяется ко всем благопожеланиям и молитвам о здоровье Далай-ламы и продолжении его активности в будущем на протяжении долгих лет.